Ребята, сегодня, как я вам и обещала ранее, хочу вам рассказать про кредитную историю и как не допустить как бы опасных поворотов в истории вашей кредитной истории. Поехали! Итак, я немножечко буду смотреть в свои записи, чтобы не упустить ничего из того, что я хочу вам сказать. Первое, значит, это ваше прошлое. Да, то есть, как, в принципе, вы использовали свою кредитную карту и свои кредиты в прошлом. Что имеется в виду, насколько вовремя, например, вы оплачивали свои долги, что имеется в виду, то есть, у вас по кредитной карте есть распечатки, которые вы получаете, вам нужно их как-то вовремя оплачивать. Вот насколько вовремя были оплачены вот ваши все билы, то, что называется. Вот этот фактор, он максимально влияет на кредитную историю и дает вам 35% успеха. Значит, следующий фактор – это насколько много у вас долгов сейчас. То есть, например, если у вас есть какие-то соды, вы брали, может быть, на машину, на учебу, для покупки, там, я не знаю, может быть, какой-то техники дорогой. Короче, займы, которые есть у вас в банке на сегодняшний момент, если они есть, сколько их, насколько вовремя вы их выплачиваете, насколько у вас стабильно выплачиваемость происходит, то есть, что каждый месяц в нужное число вы оплачиваете. Вот этот вот параметр, вот этот, он где-то в районе 30% влияет в дополнении к предыдущему фактору на вашу кредитную историю. Следующий фактор – это как долго вы имеете кредитную историю. Это где-то 15% вам дает. Что имеется в виду? Например, вы новоприбывшие, у вас нет еще никакой истории. В принципе, у новоприбывших, то есть у иммигрантов, таких людей, как мы с вами, кредитная история, по большому счету, начинает появляться где-то после 4-5 года жизни. Что имеется в виду? Да, может быть, у вас с первого дня есть кредитная карта, и вы ее оплачиваете вовремя. Да, возможно, вы купили машину, взяли кредит, буквально первый-второй год жизни, и вы выплачиваете вовремя. Но это все равно недостаточная история для того, чтобы сказать, что вот этот человек стабильно все выплачивает. Потому что для того, чтобы сделать какой-то прогноз, какой-то анализ вашей финансовой ситуации, банк должен видеть не то, что происходит сейчас, в данную минуту или несколько месяцев назад, что для банка это та же самая минута, а он хочет видеть более длительные сроки, несколько лет. То есть, допустим, люди, которые здесь живут 5-10 лет, скажем, даже 10-15 лет, у них нет проблем. То есть, если у них все вовремя было оплачено, если они вовремя берут суды и возвращают их, или еще лучше, если, в принципе, может, они даже сильно много их не набирают, какую-то небольшую суду, у них уже настроенная, определенная, действительно, наслоенная, такая многослойная история, которая может банку действительно дать хорошую картину права этого человека. У вас, как у новоприбывшего, ну, никакой кредитной истории нет. Вам даже многие кредитные компании не захотят дать кредитную карту банковскую, потому что именно на это смотрят. Это, кстати, та проблема, с которой мы столкнулись. Нам нигде не хотели давать, ну, мужу сразу дали в банке, он там знал, на какие точки нужно надавить при разговоре с банкиром, так он получил. А вот я ходила, ой, как рыба об лед, просто билась, мне никто не хотел давать. Причем, что я пошла, я вам рассказывала, я начала учиться, и мне начали платить стипендию. Стипендию я не тратила практически, я всю ее, как бы, сразу, половина я закрывала на закрытый счет, для того, чтобы, как только я закончу учиться, сразу вернуть всю эту ссуду, которую я должна, потому что половина стипендий, которые вам дают, это как бы ссудо, который вам беспроцентно дает государство. Если вы вовремя возвращаете, то оно беспроцентно. Если вы хотите разбить это на выплаты, то тогда, конечно, на платежи, то это будет уже с процентами. Но неважно, я сразу закрывала половину суммы, чтобы ее вернуть при окончании учебы. А часть просто у меня была на текущем счету. И, так сказать, я распоряжалась достаточно экономно, в том плане, что, в принципе, все эти деньги я в конце просто взяла и перевела мужу. И, в общем-то, мы... В подарок с моей учебы я купила ему компьютер Apple, чтобы он программировал всякие свои программки. Как раз он начал тогда разрабатывать аппликации. И ему нужно было чисто как бы визуально, чтобы хорошее разрешение было вот всех этих, короче, вещей, которые он там программирует. Так я хотела ему, чтобы ему было комфортно, удобно и красиво работать. В общем, короче, потратила туда 2,5 тысячи долларов. Дала и там по мелочевке покупала себе, конечно, какие-то вещи. Но остальная сумма, в основном, конечно, пошла просто моему мужу на счет. Вот. Так к чему я это говорю? При том, что вот такой расклад у меня был моего счета. Мой же банк, в котором я это все покупала... РБС, я в РБС банке. В этом банке, в котором я была, я несколько раз давала запрос, значит, в отдел кредитных карт. И они мне не давали разрешения 3 раза. А, кстати, каждый раз, когда вы берете запрос, вам как бы отшкрябывается кредитная история. Это нехорошо выглядит. То есть, когда вы часто делаете запрос для какого-либо кредита, и у вас идет отказ, то у вас как будто это съедает кусочек вашего пирога. То есть, представим себе, что ваш счет, ваша кредитная история, скажем так, это пирог. Вот. Красивый пушистый пирог. Вот. А каждый вот такой вот запрос, который вы делаете, там, на суду какую-то, на ипотеку, это на кредитную карту, или вы хотите в магазине каком-то что-то купить, допустим, на выплаты, и в этом магазине можно взять кредит от магазина. Но он тоже делает запрос в кредитную историю. И это каждый раз отшипывает кусочек вашего пирога. И поэтому не надо делать много запросов в течение, особенно когда вы только приехали, можете сразу приготовиться к тому, что вам никто ничего не даст. Хотя бы первые полтора-два года не пытайтесь везде просить вот эти вот суды, потому что у вас только будет отшипываться история, а толку вам все равно никто ничего не даст. Поэтому первые два года потерпите, а потом уже будет полегче. Так вот сейчас, например, вот мы живем в Канаде вот в этом месяце три года. У меня на сегодняшний день уже какая кредитная история? Ну, во-первых, у меня не было кредитной карты, мне ее не давали два года. Я спрашивала каждый год по два раза, мне четыре раза отказывали в кредитной карте, потому что, несмотря на то, что у меня уже на закрытом счету на тот момент накопилось около тысячи долларов, и у меня поступала стипендия, потому что они как бы стипендии не считали, что это как доход, да, хотя это как часть, в принципе, это доход, потому что для моих такс, которые я плачу в конце года, моя стипендия считается как мой заработок, но для банка, банк это не рассматривает как заработок. Вот, и поэтому два года я ходила, билась об лед, спрашивала эту кредитную карту, в общем, короче, с горем пополам я ее получила, при том, что у меня были уже закрытые деньги и все такое. И на сегодняшний момент у меня уже что есть? У меня есть выплаченное суда за учебу, да, потому что как только я закончила учебу, я сразу эту сумму всю вернула на следующий день, как после окончания, у меня закрылся как бы счет с правительственным, с правительством в том плане, что правительство дает вам эту стипендию, и вы, в принципе, через банк с правительством расплачиваетесь. Так я на следующий же день расплатилась. То есть у меня уже есть какая история, что я выплатила сразу с суда, и сейчас у меня уже наконец-то есть кредитная карта, кстати, которую я получила после того, как я закончила учебу. И потому что я пришла в банк, сказала, что я хочу от них уйти. В общем, короче, они мне дали эту кредитную карту. В общем, одним словом, сейчас по кредитной карте я трачу там 10-15 долларов в месяц. Вот насколько, как долго вы имеете кредитную историю, это 15%, да? То есть это, да, влияет. Следующий критерий, четвертый, как много у вас было запросов в последнее время на получение различных займов? Это 10%. Все, мы об этом поговорили. То есть это то, о чем я сейчас рассказывала. Это, в принципе, да, я совместила. И пятая позиция – это кредиты. От каких финансовых институтов вы имеете? Это 10%. Ну, кредиты мы просим, как известно, не только в банке. То есть через банк мы берем кредиты в разных местах. Например, опять-таки, пример магазина. Например, у нас была с Костей история. Мы пришли, мы хотели мне опять-таки создать историю, потому что Костя, она уже бежит, а у меня еще не было. И мы пошли покупать диван. Вот когда мы покупали диван, мы пришли в магазин, в Леонс. И мы сказали, мы хотим оформить кредит через вас. И они сказали, окей, нет проблем. Но, естественно, они начали запросы. Тудым-сюдым, короче, пришел отказ на меня, опять-таки, потому что нету достаточно кредитной истории и так дальше. Банк не дал разрешение мне открыть через них ипотеку, я говорю, суду. Поэтому, например, если вы пошли в одном магазине, что-то купили, вам там на кредит взяли, в другом магазине что-то на кредит взяли, там машину взяли на кредит. Это все разные институты. Конечно, это все сосредоточено через ваш банк, но это все разные институты. Поэтому, насколько много у вас или мало этих институтов, в общем, это 10% от вашей кредитной истории. Поэтому это как бы вот основные параметры. Смотрите, что мне хочется добавить по поводу вашего прошлого, вашей истории в прошлом. Конечно же, информация о том, как вы в прошлом платили по долгам, как часто пропускали оплаты, очень важна. Если какая-то выплата случайно была пропущена или задержана на небольшой период, то обычно ничего страшного не происходит. Но, как бы, крупные банки за один промах не наказывают. А вот финансовые институты помельче бывают и дают информацию в кредитное бюро по истечении 30 дней задержки оплаты. И так пропущенные или неполные выплаты тянут ваш рейтинг вниз. И, как мы знаем, вот эти финансовые институты, которые хранят всю вашу историю, потому что не сам банк хранит вашу историю, а есть как бы внеорганизация, которая хранит все ваши рекорды, всю вашу историю, и каждый запрос, который идет, вот этот вот пирог, который мы откусываем, он, конечно же, идет именно через вот этот финансовый институт. Поэтому банк вам вроде как и не пришлет, может быть, никакого, там сказать, письма с угрозами. Но вы должны знать, что, скорее всего, маленький финансовый институт, он, у которого вы брали ссуду и не заплатили вовремя, он может сообщить об этом вот в это вот кредитное бюро. Итак, требуемые выплаты по долгам, если вы платите больше, чем минимальный лимит, очень хорошо. А вот если вы превысили ваш разрешенный лимит кредита в этом месяце, то это очень плохо и сильно портит кредитную историю. Если же человек платит полностью весь долг по кредитной карточке, это просто замечательно. Если у него истрачено более 50% от разрешенного лимита, то улучшение кредитной истории не происходит. Если исчерпано более 75% от лимита, то кредитная история ухудшается. А если же человек превысил свой лимит в этом месяце, то это сильно подрывает, в общем-то, кредитную историю того человека, кто это сделал. И иногда даже, вы знаете, есть банки, которые могут за это наказать. Они могут взять 20-30 долларов штрафа за... Именно только штраф. Мы не говорим сейчас про какие-то ребиты, да? А именно просто штраф за превышение разрешенного лимита. Поэтому, ну, скажем, грубо говоря, у меня разрешенный лимит 2000 долларов на моей кредитной карте. То есть, если я буду тратить 50%, то есть, если я буду покупать на 1000 каждый месяц, ну, естественно, эту 1000 оплачивать, то улучшение кредитной истории не будет происходить. То есть, не будет ни ухудшения, ни улучшения происходить. А если вы стремитесь к тому, чтобы получить все-таки хорошие рекорды и высокий рейтинг, то вам нужно тратить... В общем-то, так как я и сказала раньше, буквально, ну, 25-35% от кредитного лимита. Это будет замечательно. Вот. Так что вот как-то в таком ключе. Хочу еще, знаете, сказать, что вот здесь может быть иногда такая ловушка, которую делают банки. И если вы особенно первое время находитесь в стране, опять-таки мы говорим про первую пятилетку, то не попадитесь в нее, потому что вы только строите свою историю кредитную, и вам, в общем-то, вот эти условия, которые вам банк сам предложит, не всегда будут выгодными. Например, давайте представим себе ситуацию, что у кого-то есть кредитная карточка с привлекательными условиями. То есть, чем больше потрачено, тем больше пользователь получает определенных баллов. points, то, что здесь называется, да, вот то, что кэшбэк есть разный и так дальше. Имеющий такую карточку человек старается, естественно, что сделать? Побольше ею попользоваться, побольше потратить, потому что он побольше points получит и где-то побольше возврата получит. И они используют, как правило, обычно практически весь баланс. И получает statement, и гасит весь накопившийся долг. Все идет неплохо, да, но финансовый институт, в котором вы держите эту кредитную карту, присылает вам отчет на определенную дату и к тому же дает еще 20 дней. Да, то есть не сразу вам вот прислали statement, вот этот счет, и сказали, все, в эту же секунду плати. То есть вам дается в течение 20 дней возможность оплатить этот statement. В течение этих дней необходимо оплатить текущий долг. Конечно же, вы гасите этот долг, но в кредитное бюро идет информация, что вами истрачена сумма, близкая к вашему разрешенному лимиту. А это сразу же начинает негативно отражаться на кредитной истории. Поэтому, ребята, будьте внимательны. Даже вот такая ситуация, что вы тратите деньги, вы вовремя все оплачиваете, там в течение этих 20 дней, этот statement, все идет хорошо, но это не гарантирует вам еще хорошие истории. Вы должны, не должны пользовать даже 50% своего лимита. То есть старайтесь пользоваться до, ну скажем так, до 40%, до 40%. Кстати, меня спрашивали по поводу, есть блогер Оксана, LadyOSP, у нее, по-моему, называется канал, и рассказали о том, что она рассказывает, что есть интернет-бан какой-то, через который, значит, счет, ведение счета денег не стоит и так дальше. В общем, там вроде какие-то привлекательные условия, но люди боятся как бы доверять, что это интернет-банк, как такое возможно, и, в общем, не доверяют. Я могу вам сказать, что меня спросили, что я думаю на эту тему. Ну, во-первых, вот эту девочку Оксану, она мне очень нравится. Я видела несколько ее видеовлогов, мне нравится ее рассуждение, и вообще подход по жизни. Она все-таки здесь уже достаточное количество лет находится в Канаде, так что к ней можно прислушиваться. Мое мнение. Да, я знаю этот банк. Мы с мужем думали там открыть. Там получается как? Так, этот банк – это дочерняя фирма банка… Дочерняя фирма – дочерний банк банка «Скошья Банк». То есть это банк, в котором мы находимся. Он его как бы владеет вот этим вот интернет-банком. Да, этому банку можно доверять. Там действительно очень выгодные условия, но там есть определенный лимитейшн, которые не дают вам очень много разного там делать. Того, чего вы, как обычный человек, должны делать. Там оплату всяких счетов, там снятие денег. Там, в общем, какая-то лимита идут определенные. И поэтому я забыла, почему. Но по какой-то причине мы там решили не открывать в конце. Или там с визой что-то связано, с кредитной картой. Короче, я не помню, если честно, всех подробностей. Но мы знаем с мужем про этот банк. Он существует. Это хороший банк. У нас есть друзья, у которых там есть счет. И они довольны, и все. То есть там просто нужно проверить, там есть какие-то лимиты. Поэтому доверяйте. Ничего такого там в этом нету. Хороший банк. Тихо. Тихо.